Добрый день, дорогие друзья! У меня такое страшного названия разговор, как стать донором костного мозга. И зачем стать донором костного мозга? Но разговор-то страшный, потому что я вижу страшные цифры сборов на лечение детей за рубежом. А вот недавно, прямо вчера разговаривали о том, что мальчик один маленький, умирающий, а ему донора не нашлось пока нигде. Вот такая проблема. И проблема-то в том, что в России-то найти донора ему практически не может. Поскольку у нас потенциальных доноров костного мозга в России очень маленькое количество. Всякими цифрами, Минздрав и так далее, вот это все завулирует, никак не сообщает. Потому что если сообщить, сколько же на самом деле, вот так все четко и говорить об этом, то это стыд-позор. Я вам назову, в Америке 10 миллионов потенциальных доноров костного мозга. В Германии 5 миллионов, чуть побольше потенциальных доноров костного мозга. Самое большое на душу население в мире страна, в которых есть потенциальные доноры костного мозга, это Израиль. Там почти миллион, на их 11 миллионов проживающих. То есть каждый 11-й там готов стать донором костного мозга. Почему так? А у нас около 100 тысяч. Я точные цифры так и не нашел. Так вот говорили, что два года назад 43 тысячи. Ну прошло два года, я думаю, что что-то там сдвинулось, какая-то это. Но вот так вот приблизительно, около 100 тысяч, представляете, 1% от американских. Вот такая. Ну у нас сравнение с Германией. Ну с Германией тоже, если по количеству населения, так у нас и получается. Почему это происходит? Мне кажется, во-первых, это страшно. У нас так звучит донорство костного мозга. И многие просто боятся вообще осознавать, что это такое, как это делается и зачем им на это донорство идти. Это раз. Во-вторых, не очень-то многие похожие готовы, поскольку действительно нужно иметь здоровье. Здоровье нужно иметь чуть больше, чем для донора крови. А у нас и доноров-то крови. Я извиняюсь, кот наплакал. Там 2,5 миллиона, по-моему, доз сдачи крови в год. Но это не значит, что доноров столько, потому что некоторые доноры сдают по 2-3 раза в год. И поэтому, конечно, общее количество доноров меньше. Но потенциальных доноров костного мозга получается совсем мало. Совсем мало. Что мы от этого получаем? Мы, во-первых, получаем то, что когда заболевает, а нам нужно в год примерно 6 тысяч, вот это крайняя цифра, 6 тысяч пересадок костного мозга. Их сейчас делается около 6 тысяч. И детям где-то делается тысяча, и где-то 5 тысяч взрослым. Вот требуется 6 тысяч. Но когда идут в банк разбираться, где взять этот костный мозг, то у нас один из пяти совпадает. У нас в государстве получают в России. Остальные 4 из 5 вынуждены искать в иностранных банках. И они ищут, и ищут в Германии, и все остальное. Можно купить, чтобы привезти сюда. Но все это за свой счет. Должны сделать и родители, и взрослые. И стоит это в той же Германии для нас, для русских, 40 тысяч долларов. Если поехать в Германию на эту пересадку, то там заплатишь за клинику, за все остальное. Там начинается от 200 тысяч долларов. Или евро. Нет, вроде долларов. Ну, тоже сумма сумасшедшая для нас с вами. Потому что у нас государство, когда находится российский донор, оно, по-моему, на саму операцию выделяет полтора миллиона рублей или два миллиона рублей. А тем, кто купил за рубежом и себе эту дозу ему привезли, он должен будет заплатить эти полтора миллиона еще сам. Потому что наш Минздрав чужой костный мозг, то есть иностранный костный мозг, не пересаживает. Но купить эту операцию можно, заплатить за нее и это. Поэтому мы видим страшные вот эти цифры сборов. И в том числе мы видим иногда, как в России говорят, вот в клинике вот в этой берутся сделать, но надо заплатить такую-то, такую-то сумму. Почему? А вот поэтому. И здесь государство-то не очень при чем. У нас нет потенциальных доноров. То есть эти потенциальные доноры, если бы были и совпадали бы, то государство, пожалуйста, за это дает деньги на это и бесплатно все это делает. А у нас нет. У нас 100 тысяч вместо 5 миллионов в Германии, 10 миллионов в Америке. То есть вот такая цифра. И поэтому, когда мы начинаем ругаться, вот какое государство, как оно это, значит, почему нам на детей приходится собирать, а здесь оно ничего не сделает. Здесь оно, костный мост никак предоставить не может. Тем более все эти правящие, значит, круги у них этого, они уже устарели, потому что сдать можно до 45 лет. А во-вторых, вот эту всеэлитную систему этих детишек и все остальное, которые до 45 лет, они все больные. От наркомании до всяких остальных, значит, болезней. У них от этого житья вот такого достаточно много, и поэтому почти никто из них в эти потенциальные доноры костного мозга попасть не может. Поэтому собираем деньги. Стать потенциальным донором – это же совсем не сложно. То есть в инвитро сдают капельку крови. И, по-моему, раз в год или раз в пять лет, не помню точно, еще раз пересдаешь эту и стоишь в этом банке. То, что до вас дойдет очередь, и вам действительно пригласят на эту, шанс маленький. Шанс маленький. Еще раз повторяю, у нас 6 тысяч в год должны сдавать. То есть делается пересадок. Если будет, скажем, 5 миллионов или 6 миллионов потенциальных доноров, то шанс 0,01%. То есть 0,01%, что выберут вас, и вы совпадете. Даже, по-моему, меньше, потому что тут не в цифрах дело, а в генетическом предрасположенности друг к другу. Но если банк будет наш, российский, то количество совпадений будет увеличиваться. Намного увеличиваться. Мы же с вами все по Клесову принадлежим группе Р1А1, или близкое Б1. И это почти 80% населения. То есть мы все родственники с вами от одного русского произошли. И также родственники белорусы, украинцы нам, часть поляков. Ну и во многих нациях есть это родственные нам с вами кровь. В том числе в чеченцах, в ингушах. И тоже есть процент достаточно большой этой гапологруппы. Но не стоит никто в этом банке. Поэтому могли бы быть родственники, которые совпадают, а их нет. Они просто-напросто не сходили в инвитро и не встали. Я не знаю почему. Может быть, главная причина, что надо быть здоровым. А здоровым у нас сейчас быть не так-то выгодно. Никто за то, что ты стал здоровый, тебе не платит. Ну сейчас государство вроде решило, что 13% за фитнес будут отчислять от каких-то денег. Но деньги там сумасшедшие. Если ты затратил больше 120 тысяч на этот фитнес. Я в Москве видел такие. А страна вся остальная, где возьмет эти 120 тысяч, чтобы заплатить за фитнес. Чтобы потом ему 15 тысяч вернулось. В общем, пока это бредятина. Точно так же не поддержаны и доноры той же самой крови. Да, они почетный донор. Но вот у меня сын трижды почетный донор. Он 150 раз сдал. Он стоит на учете костного мозга под потенциальным донором. 10 лет. Один из первых стал тем потенциальным. Его ни разу не вызывали на костный мозг. Ну а кровь сдает. И что? Я видел, ребята и 50 раз сдавали, и 60 раз сдавали. И семьями уже сдают. А что им это дает? Какая поддержка есть государства этого здоровья? Там потенциально есть что-то. Вот, значит, какая-то бесплатная дорога там. Ну, в общем, некие небольшие льгоды. Но я не думаю, что это стимул. Нет, я вижу, что эти люди и не требуют никакого стимула. Это настоящие добровольцы. Это настоящие герои. Это настоящие, я бы сказал, так даже святые люди. Потому что сдать 50-60 и больше раз кровь донорскую. Спасти. А каждый, значит, я думаю, 10 доз точно спасает одного ребенка. 100% спасает. Это 50, значит, для ребенка доз из 10 получается. Ну а результат. Результат. И я поэтому считаю, что вот в эту дорожную карту, которую Голикова собирается сделать с Минздрава до 30-го года, должны быть внесены не только доноры костного мозга, но и вся донорская система. И все люди донорствуют. И с определенными льготами или возможностями сохранять свое здоровье. Не можем деньгами дать, дайте санаториями. Пусть едут в санаторий отдыхают или в путешествия какие-то. Не можем деньгами дать питание им тогда, потому что им требуется питание. Ну неужели не найдем? В Германии-то почему и рвутся все наши знания? То есть... Зарубеж-то почему и едут? Ну, во-первых, едут от безыстуходности те, у кого нет в России этого потенциала. Но зарубеж-то имеют большую выгоду с этого. То есть они реально там оплачивают тем, кто попал в этот сбор деньги. И немаленькие деньги. Ну и реально получают этот доход. То есть такая сумма 200 тысяч евро. Это очень серьезная сумма. Израиль почему так развивается? Правда, в Израиле сейчас как-то там выделили. Там были истории, что они государственные дозы продавали. А теперь... Ну и у нас это тоже всего скорее может быть. Поэтому, дорогие мои, те, кто здоровые до 45 лет, встаньте в банк доноров костного мозга. Это не значит, что вы будете когда-нибудь донором. Но это все-таки поднимает как минимум шанс у тех, кто здесь вдруг заболевает. В том числе родственники могут ваши вдруг заболеть. А в банке вас нет. Поэтому это нужно сделать. Ну и сохраняйте себя в здоровом состоянии. Потому что стоять в банке и не быть здоровым нельзя. Все. Спасибо за внимание. Вот такая тема. Тюри тоже тут прикладывает всячески свое. Усилия. И я думаю, что они не напрасны. Все. Помоги всем. Господь. Усилия. 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 Продолжение следует...